Дарья Зиборова с гордостью рассказывает о творении коллектива 39-й школы Ставрополя. Дарья – руководитель школьного музея, где к 70-летию победы появилась вот такая книга памяти. Мы постарались здесь отобразить вообще все вехи войны. То есть здесь затронуто и начало войны, как она начиналась, и блокада Ленинграда, и концлагеря Ставрополь в годы войны. Идея создания возникла спонтанно. Работа настолько затронула сердца и души, что принять участие в ее создании стремился каждый ученик. Мы собирались сделать в нашем военно-патриотическом музее стену памяти, соответственно, все оформить экспонатами, которые приносят дети. И настолько было много информации, что все-таки нам пришлось как-то эту идею придумать, почему бы это все не собрать в единое. В единое это только можно в книгу и в альбом. Получилась книга о войне с применением технологии скраббукинга. Фотографии, письма и военные документы, гравюры на коже, карты сражений. Вся информация тщательно проверялась историками. Кропотливая работа длилась почти год. Книга получила гран-при Международного фестиваля «Мир и война в искусстве», который проходил в Санкт-Петербурге. Выставка школьного творчества к 70-летию победы – это часть традиционной августовской конференции педагогических работников. Здесь ежегодно собираются специалисты обсудить стратегию развития образования. Участники августовских мероприятий обсудили стратегические направления работы системы образования в городе на следующий учебный год и определили векторы дальнейшего развития. Отмечено, что главная проблема Ставропольского образования – это нехватка мест в детских садах и школах. По словам педагогов, власть занимается решением этих вопросов. Например, строится две школы и детский сад. Еще два садика планируется приобрести. Что касается существующих 118 учреждений, то они ремонтируются. Несмотря на сложности с бюджетом, мы изыскиваем дополнительные средства для того, чтобы их направить в образование. И это вы все замечаете. Те 17 объектов, которые в этом году, те более двух десятков объектов, которые капитально отремонтированы, были в прошлом и в прошлые годы. К тому подтверждение. Лучшими школами города признаны 1-я, 8-я, 14-я лицей, 24-я и 25-я гимназии. Три из них вошли в топ-500 в стране. В рамках конференции педагоги получили награды и благодарственные письма. Марк Клицкий, Иван Дарсунов, АТВ, Ставрополь.